Здравствуйте, друзья! Вчера Путин на форуме распинался о крахе капитализма, о том, как тяжело-плохо живется на Западе. Вот обычная бабушка, пенсионерка, поставила его на место, напомнив, что даже в войну продукты так не дорожали, а заводы исправно работали. Ну, какие ощущения! Опять все же пришли, опять будут обогащаться, опять о людях нашего поколения вообще думать не будут. А я дитя войны. Вот можете себе представить, война, разруха. Металлургические заводы заработали на Урале. Мало того, никогда не было никакого подорожания цен. Каждый год подешевление на основные продукты, а сейчас каждый день подорожание. Что мне может нравиться? Все очень плохо. Рыба тухнет с головой. Вот голова у нас очень тухлая. Понимаете, что будет непонятно. Продолжается рост цен на продукты. Давайте послушаем, что думают люди о путинской политике. Я жил при Советском Союзе. Я могу сравнивать этот мир. Вот взгляните, вот этот современный мир. Да, действительно, в 61-м году был полет Гагарина. Надо сказать, полет Гагарина был в военных целях. И Гагарин там жизнью свою рисковал, потому что не все механизмы были отработаны. Но в 62-м году в Новочеркасске вспыхнуло восстание, потому что в магазинах не было элементарно мяса и колбасы. Понимаете, ну зачем запускать косметические корабли? Надо сначала, наверное, решить вопрос о мясе и колбасе. Я считаю, что России нужен покой и порядок. Я считаю, что мы не должны завоевывать соседние страны. Вот именно. Если объединяться, объединяться только спокойным, мирным путем. Присоединяются к сильным, развитым. Вот именно присоединяются. А к бедным, кто присоединится к бедным? Кому мы нужны бедные? Я вам так скажу насчет еды. В 61-м году, когда Хрущев деньги сменил, скажем, сахар стоил 78 копеек. И до 91-го года сахар так и стоил. Зарплата в 61-м году у отца была 65 рублей, а в 91-м году 135. Цены на питание, на жилье, ну, я имею в виду коммунальные услуги, были в одной паре, а зарплата росла. Сейчас же наоборот. Римская империя в период упадка представляла зрелищ полного порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом. Жизнь была прекрасна, судя по докладам. Я часто бываю в регионах, но там, конечно, совсем туго. Что делать? Сносить? Система? Да. Как вы думаете, кто у нашей России главный враг, который мешает ей стать свободной, богатой, процветающей, счастливой? А не один враг-то. Кто? Ну, назвать поименно не надо. Можно поименно? Ну, кто? Сами знаете, и Корешаеву, Греф, Чубайс, Набибулины, вот эти все. Вот они и мешают. А что тут нет? А как считаете, что нужно делать, чтобы это изменить? Вилы брать. Больше же не изменишь, только вилы. Его вообще президентом не надо было ставить. Кто это придумал? Ну, вы же сами против него. Несколько человек управляют страной в течение 20 лет. Как бы уже зажрались. Власть всю в свои руки взяли. Повышенной смертностью, детской беспорезорностью, бандитизмом, начиная с самых высших кругов. Вокруг вот эти мигранты шастают. Еще немного, и вы уже не сможете вот так вот выйти спокойно. Они уже будут диктовать вам условия. Так что вот эти вот достижения, то, что наш Вован сделал. Почему вы ненавидите Путина? Я его реально ненавижу. Вот. Зайдут этот вопрос. Я отвечаю, потому что мы живем в самой богатой стране. А уровень жизни у нас на уровне третьих стран. И плюс все остальное. А как думаете, почему все-таки такое у нас огромное количество бедных в стране? Ну, потому что воруют. Власти? Ну, конечно, тоже еще. Кто должен стать следующим президентом России? Фургала. Почему именно он? А потому что вы посмотрите, что было на Дальнем Востоке и что стало. Года он был. По крайней мере, прекратилась вырубка леса и так далее. А как вы думаете, позволит ли нынешняя власть ему стать, если он так в тюрьме? Не позволит. Нынешняя власть нам ничего не позволит. Только ущемление прав и все. Кто будет думать о народе? Только. Ну, только не Путин. Я думаю, что экономист. Человек с экономическим образованием, чтобы поднял немножко. Не военную промышленность и армию вообще, а заработок в людей и прочее такое благосостояние. Вся наша политика строится на том, что у нас всегда окружают одни враги. И это удобная политика. Но мы забываем одну маленькую вещь, что мы должны прогрессировать. Из-за этого, конечно, Шойгу может говорить о том, что у нас, может быть, хотят украсить технологии, которых у нас нету. Сколково тому пример. Может быть, хотят украсить какие-то невероятные разработки в области космоса. Рогозину привет. Может быть, не знаю, что угон. Военные технологии. Может быть, исключительно... Самое главное, что говорят, это то, что у нас армия стала сильнее. Мы стали как-то более обороноспособной страной. Но за 20 лет, или за сколько, за 60 лет, это единственное, чем мы можем гордиться. И я думаю, что другим странам это не надо абсолютно. У всех совсем другой вектор направления. А так нищету. Нищету у нас могут украсть. У меня пенсии 12 тысяч, минус кварплата, минус лекарства. Поэтому вся жизнь в экономии. Как вы думаете, кто в этом виноват в том, что вот так вот россияне живут? Ну, наверное, власть. Я же не заслужила 12 тысяч. Вот как на них прожить? Пусть они попробуют. Как думаете, кто виноват в том, что всем россиянам приходится экономить, и в том, что мы так бедно живем в такой богатой стране? Я думаю, сами виноваты. Все, что происходит, виноваты сами люди. Они это допускают, им это нравится. Они довольны. Я трачу все, что получаю. Сами россияне виноваты. Во-первых, они выбирают такую власть, которая создает им такие условия. Страна имеет то правительство, которое она за... народ. То есть имеет то правительство, которое он заслуживает. Я тут недавно прочитал, мне очень понравился. Главный враг – сама Россия у нас. Многие стараются выкачать из страны побольше денег, отправить на Запад, чтобы хорошо жить. Так. Вы считаете, что это главные враги России? А что внешние враги, я не считаю, что они страшные. Нас они все-таки боятся. Политика путинская, это точно я вам могу сказать. У меня много денег уходит на лекарства, и поэтому я в крайнем мире не рыночные помидоры, огурцы, эти овощи, выращенные в домашнем хозяйстве, которые стоят два раза дороже, чем в магазине, я взять себе, к сожалению, не могу. Не своим внукам. Ну, вообще-то, я считаю, что за рубежом нам подножки дают. Из-за рубежа. Ну, а что еще можно сказать? За рубеж, как, Америка или Европа, или, может быть, какие-то отдельные? Нет, все-таки не Европа. Наверное, все-таки Америка, она все это делает из-под тяжка. Все в свою пользу старается делать. Я считаю так. Ну, наверное, Америка, да, во всем виновата. Из-за Америки все проблемы. Продолжение следует...